Я старался большую часть времени держаться каких-то таких относительно наивных гейтин, которые ничего кроме понятийного не содержат никаких новых особых терминов. Но вот чтобы пойти дальше, например, чтобы осознать вот это, надо все-таки чуть-чуть подняться над тем, что мы не знаем. Значит, вот я берусь, так сказать, в первоисточник того, что у нас есть. Вот у нас есть пространство исхода. Множество исходных, конечных, да? Каждый момент ритм мы приписали вероятность. Риты они не отрицательны, и сумма этих ритм единичка. Теперь смотрите, нам потребуется еще один. Который называют словами случайная величина. Случайная в ней только название. Все остальное никакого отношения к случайности не имеет вообще. Случайная величина – это еще одно название функции. Значит, нам потребуется функция. То есть это просто функция. Пусть будет х. Которая отображает омега в р. Эта запись просто означает, что каждому исходу сопоставляется число. К каждому исходу пометы ритм мы сопоставляем число. Х, вероятно, х. Как хотим. Любая функция. Вот с этой точки зрения, ритм единичка равна х квадрат, точно такая же случайная величина, как и все другие случайные величины. Например, вот я рассказывал про бросание панетки и выставление оценки. Да? Исходом вот. Орел, 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 решка, решка. Орел, там, решка, решка. Так? А мы каждому из этих исходов, мы журнал-то не писали, выпал, орел, орел. Да? А что в журнал пишется? Оцениваем. Значит, вот каждому из хода мы сопоставили число. Два, три, четыре, пять. Вот. Точно так же, как вы приходите сдавать там в школе какой-нибудь зачет преподавателю биологии, вы же не знаете, может, он просто уже монетку бросил на каждом школе в своем классе игры, все у него выставлены оценки. Но он же не может в журнал написать, что он монетку бросал, и там, такому ученику находил, соларию, другому, и ешка. Вот. А он что? Он оценивает, что вот случайная причина она составляет исходом число. Значит, слово случайная связано вот с чем? С тем, что обычно мы никогда не знаем, как она это делает. Вот в реальной жизни чем отличается случайная причина от функции кравой х квадрата? Тем, что когда у вас есть функция кравой х квадрат, вот вы знаете, на вход подаешь вместо рикса двойку, на выходе четвертый, подаешь тройку, на выходе девятка. Так? А случайная причина? Ну вот вы пришли к преподавателю там, какому-то предмету, скажем, для логики, да? Он мог монетку бросать, он мог просто решить, что он в половине ставит пятерки, а остальные в половине двойки. Вы понятия не имеете, из каких соображений, точностей, он вам выставляет оценки. Но что вы точно знаете? Вы знаете, какие оценки вы выставляете? Так? А еще вы можете провести исследование и узнать, что, скажем, пятерку он ставит одному человеку из класса, тройку, там, четверку двум, тройку трех, а двойка всем остальным. То есть, что вы обычно знаете про это? Вы не знаете, как мы его так получаем, скажем, но вы знаете, да, какая оценка встречается чаще, а какая оценка встречается и х. Значит, вот и по случайному ключу нас в первую очередь интересует вероятность значения. Значит, с какой вероятностью принимается значение х от аминга? Это значение принимается, вот это конкретно, а не от и. Да? Принимается с вероятностью пыль. Но на разных может приниматься что? Одно и то же значение. Поэтому реально нас интересует вероятность того, что х большое от омега, оно какому-то х маленькую. Ну и давайте аминга. Вот набор таких вероятностей нас интересует. То есть, с какой вероятностью принимает значение 5, с какой вероятностью принимает значение 6. И так далее. Значит, мы с вами, поскольку у нас все очень дискретно, не будем собирать эти вероятности вот по этим стопочкам, да? А мы просто будем помнить, что вот это значение конкретно на омега и принимается с вероятностью пыль. Теперь, обычно, ну, редко, когда работают прямо с самой случайной причиной. а самому случайной причиной пытаются заменить чем-то простым, простым показателем. Ну, точно так же, как, ну, директора школы не интересует, как там несчастный учитель биологии выставляет вам оценки. Да? А что его интересует? Ну, он интересует процент, когда он субиваемый, сколько там, какая средняя оценка, скажем, да? Какой раз прос от средней оценки? Вот, конечно, если там два раз прос ноль, то, ну, это одно дело. То есть, он пытается заменить вот эту всю информацию, которая есть в случайной причине, какими-то конкретными показателями. Ну, и вот, так же точно происходит дело в общей науке, и от случайной причины требуется часто знание вот такого числа. От слова expectation ожидание называется математическое ожидание. Как бы, что вы ожидаете этой величины? То есть, если вам перед ходом в класс биологии сообщили, что математическое ожидание оценок это выставляет там 4,5, то вы смело подпуходите в класс, надеясь на лучшие.